Всем привет, с вами Джейкоб, и сегодня мы продолжаем проходить карту от подписчика под названием Modern Warfare. Где-то в середине января, если не ошибаюсь, мне подписчик прислал карту, он сказал, что это только первая часть, я её прошёл, и вот спустя время он сделал вторую часть и прислал её мне, поэтому я решил, что почему бы не пройти. Как только я зашёл, здесь очень лагать начало, я не знаю, надеюсь, это сильно на игре не отразится, и это только здесь, потому что будет плохо, если в каких-то моментах будет очень сильно лагать, ну да ладно. Окей, значит, появились мы вот здесь, и так, правила под табличкой, давайте прочитаем. Не читерить, дождь выключать можно и день ставить можно, сюжет продуман, но это не точно, окей, я понял. Рюкзаком, который на стене, пользуется так, сломай, чтобы снять со стены. Ах, да, нажми F5, чтобы в руках ничего не было. Я немного изменил систему диалогов, теперь, если видишь NPC, и над ним какой-то знак, то с ним можно поговорить, над квестовым NPC восклицательный знак, над дополнительным, дополнительное задание с наградой вопросительный, если над NPC крест, то с ним можно просто по приколу поговорить, ничего не будет. Сейчас ты идёшь в радиостудию, потом на мост, под мост, если до этого не сходил на мост, то ты срежешь часть сюжета, так что сначала на мост, потом под мост, окей, я понял, удачи. Привет, читатель, я лейтенант Майкл, я тут обустроил небольшое логово фашистов, а такая мебель богатая с квартир. Хорошо, что сохранилось, в одной квартирке нашёл пару генераторов, сейчас я собираюсь в радиостудию, я там не дал на выстрелы, слышал, надо будет посмотреть. Моё оружие вроде в сундуке под столом, возьму оружие из тайника, форму спецназ и твой рюкзак с маркировкой мафии. Когда-то в этом городе орудовала мафия, вот и подобрал у трупа этот вместительный рюкзак, сейчас в генераторной выключу свет и лампочки выключу, наверное, я уже не вернусь сюда. Ммм, генераторная, рюкзак, сломать, да? Ага, и можно его вот так открыть, ага, если держишь в руках и открываешь, понятно. Окей, я понял, холодильник, вот я возьму, пожалуй, здесь. Не всё, наверное, вот, нет, даже вот так лучше. Да, броня, точно. Оружие пока что мне никакого не дали, да? Надеюсь, я ничего не провтыкал. Значит, мне нужно поначалу на мост, а потом под него, да? Нет, ну лагает, слушайте, очень жестоко местами. Ладно, как на мост попасть? Сюдую как-то можно здесь залезть? Ну и здесь какую-то дорогу я вроде как нашёл, по которой я шёл, помню, по этим следам крови в первой части. Я не знаю, куда это меня приведёт вообще. По-моему, вот сюда на этот мост нужно добраться, да? Ящик. Кстати, когда я только появился, очень много ящиков было. Возможно, там даже были какие-то вещи. Нужно было, блин, проверить мне. Ладно, идём вот сюда. Я помню, в первой части кого-то я здесь убивал. Да, блин, дайте мне оружие, мне вот так вот ходить. Ээээ, ты чего? Мне вот так вот ходить не по себе, честно говоря. Офигеть, что здесь происходит, блин. Очень много здесь шалкеров. Ну вот я, собственно, на мосте, и я ничего, блин, не понимаю. Его возможно убить, блин? Офигенно просто, у меня вообще нет ничего. Опа. Дайте мне эту штуку от толку, блин. На самом деле плоховато, что здесь подобрана вот такая карта, потому что даже если бы, не знаю, какими-то указателями мне показали, куда нужно идти, я бы всё равно не смог увидеть, потому что здесь очень много всего, всё такое разрушенное, ну, тупо глаза разбегаются, тупо не можешь сосредоточиться. Куда тебе нужно идти, куда лезть, вообще не понимаю, блин. Я не знаю, тот ли это мост, но я здесь вижу каких-то, по-моему, новых персонажей или старых, военнослужащих, капитан Конопля. Стой, кто идёт, назови себя. Я лейтенант Майкл, последний выживший, седьмой роты. Сразу скажу, это наша база, осмотрись, может у кого-нибудь есть поручение, потом иди к нашему генералу, у него есть задание, выполняю. Ага, вот такой вот знак, с кем можно поговорить. А, вот это прикольно, я даже не сразу заметил его, на самом деле. Торговец, выдача снаряжения, во, вот это уже хорошо. Военнослужащий, здесь, ну, в общем, ничего. Так, торговец. Значит, ага. Собственно, мне нужны деньги, чтобы получить АК-47. А здесь у него случайно ничего, нет? Ладно, давайте поговорим с полевым врачом. Здравия желаю, я полевой врач, потрёпанный ты какой-то. Думаю, тебе стоит подлечиться. Возьми немного медикаментов. У нас много, спасибо. Эээ, что-то мне выдало. Золотое яблоко. Ну окей, у меня уже, в принципе, есть. Генерал Москвич. Здравия желаю, я генерал Москвин. Я генерал Москвич. Прищурившись, посмотрел на погоны Майкла. Лейтенант? Лейтенант Майкл, здравия желаю. Я последний выживший девятой роты. Перейдём к делу, твоя задача. Помнишь майора бритву? Так вот, иди туда, там обосновалась одна из групп новой группировки. Дети Адольфа. Постреляй их там, и там будет люк. Под люком их лаборатория. Найди там документы. Нам интересны документы именно о группировке. Понял. Можете настроить мою рацию на вашу радиостанцию? Ну, всё. Кстати, там будет сигнальный огонь чёрного цвета. Думаю, увидишь. Вперёд за подвигами. Выполняю. Собственно, мне нужно оружие. Блин, это не оно. Слушайте. Блин, в смысле у меня нет денег. У меня нет денег, чтобы... Купить оружие. Как я буду вообще... С чего мне их стрелять, блин? Воу-воу-воу. Это галлюцинация Майкла. Чего? Оно сдохни, блин. Слушайте, я сейчас ещё сам сдохну. Да свали ты от меня, блин. Охренеть просто можно. А ну отойди от меня. Отошёл. Охренеть. С чем это он ходит? Это нож или что? Фух, убил. Охренеть. Что-то здесь не то, ребят. Я, пожалуй... Можно как-то здесь достать эти деньги? Или хотя бы автомат, я не знаю. Я возьму один стак. Но я серьёзно. Я просто не знаю, где их должен был взять. Здесь вообще ничего про это не идётся. Карта очень масштабная. И... Пожалуй, лучше так не делать больше. Потому что... Слишком непонятно всё становится. Глаза разбегаются. Смогу я стрелять с него? Да, смогу стрелять. Но это уже лучше. Хорошо. Немножко щетерили. Но... У меня не было выбора. Я уже, наверное, полчаса здесь ищу. Где можно... Было получить деньги. Кто это за банда? И почему они здесь... Какие-то покерфайсы, блин. Я на всякий случай убью их здесь. Воу-воу-воу. Фух. Окей, что это? Какая-то записка. Хм... Какой-то ключ. Интересно. Я чё-то не так прошёл. Я не знаю. Возможно, это ещё с первой части что-то. Но пусть будет. Чёрный огонь. Блин, здесь очень сложно сосредоточиться на чём-то одном. Потому что здесь ничего непонятно вообще. Хотя, стоп. Я, по-моему, вижу. Здесь... Много всего понастроено. Но... Вот какой-то чёрный огонь. И я подозреваю, что туда нужно идти. Да, майор бритва, по-моему, ещё в начале первой части был. Я, по-моему, вспомнил. Окей, идём туда. Вот. Чёрный, наверное, сигнальный огонь. Если я не ошибаюсь. Да? И, значит... Блин, как же фризит охренеть. А, это дверь, да? Окей. Вот, майор бритва. Блин, как же всё-таки фризит. Окей, майор бритва. Но... Эм... Собственно, ничего не происходит. Только дико фризит. И... Интересно. Ага, люк. Что-то писалось про люк. Ага. Здесь есть какой-то люк. Интересно. Опа. Ух ты! Эксперимент. О, господи. Как перезарядиться-то. Блин. Хватит. Мать вашу. Фух. Хорошо. Как-то я отбился. Итак. Рация. Настроенная на чистоту генерала. Москвича, наверное. Или москвина. Я не знаю. Офигеть. Здесь столько всего. Блин, понятно, почему лагает. Опа. Эксперимент. Интересно. О, здесь какое-то оружие. Уже хорошо. Новое задание. Забрать документы. Так. Рация перенастроена на чистоту генерала Москвина. Прием. Помехи. Вы нашли документы? Прием. Нет. Сейчас найду. Принято. После задания отправляйтесь на координаты. XYZ. Хорошо. Нужно будет запомнить. 43. 11. Минус 27. 43. 11. Минус 27. Минус 27. Верно? 43. 11. Минус 27. Хорошо. Принято. Выдвигаюсь. Так. Еще документы какие-то нужны. Но я здесь нашел какой-то эксперимент 315. Эксперимент над человеком. Эксперимент первый. Подопытный ведет себя нормально. Температура повышена. Наблюдается небольшая гиперактивность. Гипертактивность. И сила. Думаю, он не будет беспомощным. Эксперимент второй. У подопытного наблюдается мутация. Появилась борода. Собачий нос. Также срастаются ноги. Он вырывается. Ну, в общем, я понял. Это описание того зверя, блин, которого я здесь обнаружил. Хорошо. Сейчас мне нужно отправиться на координаты. 43. 11 минус 27. Окей. Отправляемся. Опасна радиация. Так. Рация, настроенная на чистоту генерала Москвина. Окей. Опасна радиация. Давайте почитаем. Помехи. Прием. Я, кажется, нашел бункер. Принято. Даю разрешение на вход в бункер. Приступить к выполнению задачи. Конец связи. Хорошо. Значит. Ээээ. Окей. Пак ю. Пошел нафиг, блин. Интересное начало, однако. Так. Что это у нас такое? Оу-оу-оу. Мне что-то это не нравится, честно говоря. Так. Это что? Опять радиочастота или нет? Как мне? Господи. Нет, здесь ничего особенного. Офигеть, блин. Стрёмно мне, честно говоря. Ванная. Лазарет. Давайте посмотрим, что здесь. Так. Геннадий. Нифига себе. Это что такое, блин? Офигеть. Геннадий, блин. Нельзя поговорить с Геннадием. Обидно, а хотелось. Здесь какая-то дверь. Опа. Столовая. Офигеть. Офигеть. Просто можно. Фу. Хорошо, что они не могут пройти. Офигеть. Что-то здесь было ещё, по-моему. Фу. Какой-то он не агрессивный уже. Интересно. Это типа призраки? Я немножко не понимаю. Окей. Блин, не могу пройти. Воу, воу, воу. Какого хрена вы все согрелись-то на меня? Офигеть, сейчас сдохну. Чё? Серьёзно? Я здесь остановил себе точку возрождения. Спаун-поинт. Об этом ничего, по-моему, не говорилось. Потому что это жесть, блин. Так, надеюсь, мои вещи ещё не пропали. Там. О-о-о. Вот они. Вещички-то. Офигеть. Ты отойди ты на... Офигеть. Просто можно, блин. Блин. У меня, походу, нет патронов для него. Но у меня есть ещё какая-то вещь. Так, сон, по-моему, ещё возродится может. Что-то мне это не нравится. Офигеть. Да пошли вы нафиг. Офигеть, блин. Нет. Нет, я сказал. Отстаньте, блин, от меня. Так, вот. Мои штаны. Фух. Да, блин, отцепитесь вы от меня, блин. Охренеть. Просто можно... Да отойдите вы. Офигеть. Да успокойтесь вы, блин. Охренеть просто можно. Да... Да свали ты, блин. Офигеть. Что это, мать вашу, такое? Офигеть, там кого-то было. Пошли нахрен все от меня. Фух. А куда я вообще пошёл? Я из-за фризов, я не понял, куда я вообще попал, блин. А, я отсюда пришёл, блин. Я уже был... Куда мне нужно... Офигеть. Да отойдите вы, блин. Да пошли вы нахрен. Фух. Офигеть. Эти фризы нет, ребят. Ну это просто жесть. Еле сдерживаюсь, чтобы не бомбить. Потому что это жопа просто с этими лагами. Сталин, охренеть. Офигеть. А, кто тут? Не подходи ко мне, я пристрелю. Подождите, не стреляйте, я мирный. Ложная тревога. Так, я Сталин. Что? Я не удивлён. Я знаю, ты не поверишь. Я залез в холодильник, но до этого сделал манекен похожего на себя. Его и похоронили. Выйти отсюда я не могу. Там столовая и призраки. Кстати, если ты Майкл, то ты выполнил своё задание. Со мной связался генерал Маскин. Теперь твоя задача залезть в нашу библиотеку. Там опасно библиотекарей. Она скрыта за картинами. В библиотеке есть два или три библиотекаря. Лучше их не убивай. Они живучие. Тебе надо либо зачистить библиотеку, либо найти три газовых детектора. Фашисты хотят тут сбросить газовую бомбу. Когда найдёшь, свяжись с генералом. Ясно? Принято, будет выполнено. Значит, мне нужно в библиотеку. И нужно найти три газовых детектора. Как-то так. Ох, жесть просто. Блин. Вот и библиотека. Офигеть. Я лучше подальше от них буду. Офигеть, да ну нафиг. Я пойду, пожалуй, сюда. Три газовых детектора. Офигеть. Офигеть. Рация, настроенная на чистоту Сталина. Приём, ты нашёл детекторы? Приём, их нигде нету. Скорее всего, они у библиотекарей. А ты догадывай, мне пришла информация, что неизвестный лейтенант предал нас. В каком смысле? Я же видел его труп. Он, как и я, манекен сделал. После выполнения задания скину тебе координаты. Иди потом на них. Понял. Значит, мне таки нужно убить их или что? Офигеть. Офигеть, блин. О. Охренеть. О, а сюда они не пролезут. Ха. Так. Вот эти двое ещё, блин. Офигеть. Да нет. Их трое всё-таки ещё. Да как их нахрен убить-то? Да я подойти, блин, к ним не могу. Чё, у меня патроны закончились. Ну, это просто жесть. Я просто не могу. Меня просто бомбит. Из-за этих лагов. Из-за этого всего. Идите сюда. Господи. С них ничего не выпало или что? А нет, вот есть газовые детекторы. Я лучше вот так вот их поубиваю. Ну, серьёзно. Ааа, как бесят лаги, господи. Не надо больше таких масштабных карт. Тут серьёзно просто. Из-за этого просто дикие лаги. После выполнения задания я скину тебе координаты. Окей, а где координаты, собственно? Охренеть просто можно. Ребят, я, я серьёзно, я уже не могу. Я вот посмотрел. У вас, конечно, скорее всего, это видео там длительностью, не знаю, 15 минут. Но так-то, если без монтажа. Вот сейчас я посмотрел. Я снимаю уже почти час. Серьёзно, я не могу это до конца пройти. Просто поймите меня правильно. Вот даже сейчас я просто вот верчу мышкой. У меня гико фризит. И немножко непонятно, что мне нужно делать. Я нашёл эти газовые детекторы. Где они пропали? А, ну да, я ж умер. В общем, ребят, нет, я серьёзно. Я уже больше не могу. Вот просто как-то нет сейчас желания больше проходить дальше её до конца, эту карту. В целом, я уверен, что если бы здесь карта сама, вот сами эти постройки были намного меньше, если бы подписчик выбрал какую-то маленькую карту, или даже сам построил что-то такое примитивное, даже какой-то просто лес, что-то такое обычное, что не нагружает вот так вот глаза, внимание и так дальше. И если бы это всё ещё так сильно не лагало, я уверен, было бы вполне даже интересно это всё проходить. Но если в первой части лаги иногда проскакивали, то сейчас тупо фризит каждые пару секунд. Я серьёзно, я не могу, блин, это проходить. Извините меня, конечно, наверное, в первый раз такое, что я карту вообще до конца не прошёл, даже с читами просто, к сожалению, нет желания. Но тем не менее, всё равно спасибо подписчику за карту. И уверен, что он старался, поддержите его лайком, да и меня тоже, потому что... Ну, эти лаги меня просто выбесили, я не знаю, меня пригорело почему-то. Эх, ладно, если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если вам не понравилось, что я до конца не прошёл, ставьте дизлайк, в общем, без разницы. Но, тем не менее, спасибо за карту. Ну, к сожалению, вот такие вот недочёты есть, если бы не они, если бы не лаги и вот эта супер крупная карта такая, которая просто всё внимание рассеивает, было бы вполне хорошо. Ну, а так, к сожалению, к сожалению, вот как-то так. Ладно. На этом всё, с вами был Джейкоб. Ставьте лайк, если, в принципе, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал, я снимаю разные видео, не только по Майнкрафту, ещё иногда туториалы, какие-то влоги, рубрики. В общем, подписывайтесь, если здесь впервые. А на этом всё. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.